Здравствуйте дорогие друзья, после коротенького недельного отпуска с новыми силами я готов отбирать для вас качественный софт и игры. И начнем мы с настольных платформ. Это третий выпуск лучшего софта для macOS и Windows, так что будет интересно, усаживайтесь поодобнее. Эта великолепная программа, которую посоветовали мои подписчики в пару кликов скачивают любое видео с YouTube, причем в максимально возможном качестве, а его можно выбирать в настройках, сохраняет его на ПК или конвертирует и автоматически отправляет на iPhone или iPad в штатное приложение видео. Так как программу создавали разработчики Walter 2, то видео могут отправляться не только по проводу, но и через Wi-Fi соединение. Тут нет никакой рекламы и долгих ожиданий с которыми сталкиваешься при закачке видео, можно скачивать даже целые плейлисты, есть возможность извлечения аудио из YouTube роликов. Конвертер идеально настроен под каждое разрешение подключенного iPhone или iPad и поэтому справляется со своей задачей без потери качества, тем самым экономя пространство на устройствах. Софторина YouTube Converter 2 это реально крутая утилита, которой я пользуюсь практически каждый день. Рекомендую. Если вы ищите альтернативу штатному календарю, то вряд ли получится найти что-то более совершенное и интересное, чем Фантастикал 2 для Mac. Помимо основного куда более продуманного и удобного окна появилась компактная версия для строки меню. Программа всегда славилась своими механизмами распознавания при добавлении нового события. Она определяет время, день, ставит напоминания и присваивает категорию. Правда работает эта фича пока только на английском. Разработчики в будущем обещают добавить русскую локализацию. Разумеется все параметры события или задачи можно добавлять вручную. Вам обязательно понравятся информативные маркеры под числами, список всех событий, быстрое переключение между календарями и управление ими. Работа с категориями и многое другое. Обязательно попробуйте Фантастикал 2, тем более у программы есть бесплатный триальный период. А вот если вы ищите продвинутый и стабильный эмулятор Android на ПК, то лучше продукта Bluestacks вы, пожалуй, вряд ли что найдете. Программа обновилась до третьей версии, в которой играть в Android игры на ПК с мышью и клавиатурой стало еще удобнее. Появилась поддержка высокого разрешения и значительно повысилась производительность. Найти игры на любой вкус теперь можно в новом сервисе AppCenter со своими обзорами, картинками и отзывами на приложения из Google Play. Появилась упрощенная настройка управления, чат между пользователями как в Steam и даже мультиоконность. А еще разработчики прикрутили возможность трансляции на Twitch или Facebook. Именно благодаря Bluestacks мне удается тестировать игры и программы для наших подборок, не имея на руках Android гаджета. И самое главное, Bluestacks это огромная комьюнити, в котором есть форум, продвинутый факт и техподдержка, с которыми решить практически любой вопрос можно в кратчайшие сроки и все это бесплатно. Каждый начинающий маковод сталкивается с ограниченностью в работе с виндовским форматом разделов NTFS. Доступно только чтение. NTFS for Mac 15 Paragon решает этот вопрос раз и навсегда. Теперь вы без проблем можете читать, записывать и удалять файлы с любых флешек, жестких дисков и даже разделов Bootcamp, отформатированных в NTFS. Разумеется. У вас появится полный контроль над бонтированием разделов, собственный аналог дискового утилита macOS. Высокая производительность сравнимая с работой в родной HFS+, которым может похвастаться далеко не каждый аналог, поддержка русского языка и все это за смешные деньги. Больше никогда не испытывайте дискомфорт, когда необходимо часто общаться с компьютерами и на базе macOS и на базе Windows. Когда Adobe Photoshop кажется, да почему кажется, он и есть сложный, а Paint ни о чем. Вы можете воспользоваться отличной альтернативой в лице Pixelmator, о котором я уже рассказывал в предыдущих подборках. Только вот одна проблема – продукт сугубо для Mac. Другое дело – кроссплатформенное решение Affinity Photo, которое по функциональности не хуже, а доступно и для Mac и для Windows. В целом это даже будет куда более мощная альтернатива фотошопу, чем тот же Pixelmator. Работа с CMYK и Lab цветом, полная поддержка профессиональных перьевых планшетов, систему управления цветом, создание снапшотов, поддержка 64-х разрядных фильтров для фотошоп, RAW файлов, гораздо более продвинутые средства настройки и выделения. Добавить волос или шерсть в маску реально просто, несколько алгоритмов преобразования изображений при масштабировании, средства автоматического экспорта слоев сразу в трех разрешениях и еще целая куча допов, с которыми можно работать просто играючи. Русского языка как и во всех аналогах нет, но разобраться с Affinity Photo можно за несколько вечеров, а удовольствие вы будете получать без изучения Тома по фотошоп. Есть и версия для iPad, рекомендую. Наверняка многие из вас слышали про обновление менеджера задач SYNX 3 на iPhone и iPad. Версия для Mac также была приведена под стать мобильному приложению. SYNX 3 это простой, симпатичный и очень удобный менеджер задач, имеющий все важные функции и не обремененный сложным интерфейсом и ненужными фичами. Тут есть удобная работа с проектами, списками задач, поддержка шорткатов, облачная синхронизация, классный поиск и русский язык. Мне понравилась интеграция с Siri, которая сделана через штатные напоминания и ограниченность одной платформой Apple. Думаю если бы разработчики портировали свой проект на Windows и Android, занятие лидирующей позицией SYNX 3 стало бы вопросом времени. Ввиду излишней сложности и переизбытка функций в Omni Focus 2 я полностью переехал на SYNX 3 месяц. Своими продвинутыми функциями может похвастаться продукт Microsoft – заметочник OneNote, который уже давным-давно вышел, что под Windows, что под macOS, что под Android и iOS. В программе вы можете составлять планы важных событий, записывать идеи и отслеживать выполнение задач, перемещать информацию в любое место страничек, использовать механизмы упорядочения информации, добавлять теги, изображения, аудиозаметки, рисовать и многое другое. Программа кроссплатформенная, бесплатная и на русском языке. Имеется поддержка группового редактирования, что открывает малый корпоративный сегмент. Детища Microsoft понравится, подойдет однозначно многим. Если вы в какой-то момент начинаете понимать, что работаете за компьютером больше, а продуктивности стало меньше, значит пора проанализировать на что вы потратили свое время. Хочу посоветовать гиковскую и очень продуманную программу CubeServe. Приложение отслеживает все активности на Mac и с помощью мощного алгоритма определяет чем вы занимаетесь. Относит эти действия к одной из трех категорий и отображает в строке меню итоговый процент вашего плодотворного или не очень времяпровождения за компьютером. CubeServe копает очень глубоко и анализирует каждый сайт который вы посещаете, понимает в каком чате телеграмм или скайп вы сидите и практически не ошибается с определением рода деятельности. В приложении есть еще очень много продвинутых примочек на которые спокойно можно выделить целый обзор. Так что проще скачать и попробовать и после тщательного анализа вы однозначно повысите свою производительность на Mac. Разработчики скоро добавят и русский язык. Для захвата изображения на Mac есть штатная утилита QuickTime Player, но она сильно ограничена в функциональности. На Windows вообще не предусмотрены никаких программ из коробки для того чтобы снимать все что происходит на рабочем столе компьютера. Профессионалом в записи экрана Mac и Windows со звуком является продукт компании Movavi Screen Capture Studio. Программа имеет гибкие настройки в выборе области записи, захвата системного или других источников звука, качество записи и даже пост обработки готового видео. Его можно быстро обрезать, добавить переходы, текст, сконвертировать в нужный формат для просмотра на любых устройствах. Movavi Screen Capture Studio это быстро, эффективно и удобно. Утилита несколько раз здорово выручала. В качестве бонуса есть инструменты для работы со скриншотами. Подключил к Mac Android смартфон и… ничего не увидел. Ни режим USB и никакие другие свистопляски не помогли. Установил Android файл трансфер и подружил смартфон с компьютером. Утилита бесплатная, пересылает в обе стороны файлы до 4 гигабайт и работает даже с самой актуальной прошивкой Android 7.0. Ну га по-моему. Программа интегрируется в штатный проводник Finder. Больше рассказывать нечего. Все ссылочки на скачивание я традиционно оставил в прикрепленном комментарии. Там же не забывайте оставлять свои любимые мастхев программы которые могут попасть в следующий выпуск. Чтобы ничего интересного не пропустить обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Ну а на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, с вас лайк, а я пошел пилить новое видео в котором и увидимся. Пока-пока.